В жизни иногда так случается, что в трудную минуту на помощь приходят не люди, а животные, иногда даже совсем незнакомые. Лера собак побаивалась с самого детства, когда её пятилетнюю девочку пыталась укусить за ногу мелкая шавка из соседнего двора. В тот момент её спасли от укуса только резиновые сапоги. С тех пор Лера обходила собак за три версты. Но в жизни бывают случаются крутые повороты и виражи, из-за которых жизнь меняется кардинально. Так случилось и с ней. Последние несколько лет Лера жила в кромешном аду. Этот ад почти что каждый день устраивал ей никто иной, как собственный муж. Лера вышла замуж всего несколько лет назад и была абсолютно счастлива. Любимый человек рядом, отдельная квартира, хорошая машина, оба работали в престижных фирмах. У неё есть всё, что нужно для счастья, наивно полагала девушка. Ну а потом, конечно, будут детки. Много детей и много друзей, прямо как в её деревенском детстве, счастливом и беззаботном. Но её мечтам не суждено было сбыться. Сначала после свадьбы было всё нормально, но через какое-то время Игорь стал меняться и не в лучшую сторону. Стал частенько прикладываться к бутылке, а в охмелю он был буйный и необузданный. Полная противоположность тихого и скромного Игорька, за которого она выходила замуж. Лера стала дольше задерживаться на работе, её замучили частые разборки с пьяным мужем. Но поздние возвращения вызывали бурю других эмоций, Игорь начинал ревновать. Получался какой-то замкнутый круг, выхода из которого Лера пока не видела. Как-то раз, отправляясь из офиса на обед в ближайшее кафе, Лера заметила на заднем дворе организации, в которой она работала крупного пса неизвестной породы. Пёс ютился в картонных коробках и был сильно истощён. Он посмотрел на Леру глазами полными отчаяния. Девушка сразу поняла, что он очень голоден, и сердце её сжалось от боли и жалости к бедному, одинокому, никому не нужному животному. Но подойти к нему она не решилась. На следующий день повторилось то же самое. Похоже, что пёс обосновался у них надолго, и Лере каждый день приходилось проходить мимо него с замиранием сердца. Но на третий день произошло нечто необъяснимое для неё самой. Она ещё издалека увидела, как охранник фирмы налетел на собаку, попытался пнуть бездомного пса ногой и выгнать с территории организации. И тут Лера неожиданно для самой себя взмолилась. Она долго упрашивала мужчину не прогонять собаку. Он согласился, но только за деньги, не докладывать начальству про нового жильца и оставить пса жить в картонных коробках на заднем дворе. Пёс как будто всё понял и незаметно для девушки подошёл к ней и лизнул ей в благодарность руку. Лера опустилась на колени и погладила пса по лохматой голове. С этого самого момента и началась их дружба. Да уж не зря говорят, что самая большая победа – это победа над самим собой. Теперь девушка каждый день носила с обеда угощения, которые покупала специально для него в кафе – пирожки или бутерброды с сыром и колбасой. Каждое утро Лера первым делом прибегала к своему подопечному. Пёс радостно встречал её и бежал навстречу, виляя хвостом. А вечером провожал взглядом, полным тоски и надежды. Но он всё-таки, наверное, понимал, что девушка по каким-то причинам не может взять его к себе. Тем временем с мужем отношения становились всё хуже. Единственное, что утешало Леру – он стал часто ездить в командировке и подолгу отсутствовал дома. Как-то в один из дней он позвонил ей и сказал, что домой с поездки не приедет, что у него есть другая женщина и он уходит жить к ней. А Леру он не любит и вообще никогда не любил. Но почему-то девушку это совсем не расстроило, скорее даже наоборот, наконец-то она поживёт по-человечески. На следующий день после ухода Игоря за окном лил такой проливной дождь, что улицы просто не было видно. Лера сидела в офисе и думала о своём друге. Как он там под дождём совсем один. Сердце её не выдержало. Она схватила сумку и побежала на задний двор искать пса. А он, как обычно, сидел в одной из старых размокших коробок, мокрый и дрожал от холода. Лера, не раздумывая, вызвала такси и повезла собаку к себе домой. Теперь они смогут наконец-то спокойно жить вместе. Сейчас ей хотелось только этого. Тёплый плед, крепкий кофе, любимая книга и рядом верный друг. И никаких мужчин, и никаких скандалов. Дома Лера вымала пса, придумала ему имя Лаки. Они вместе ужинали, сидя на кухне, и оба были счастливы в этот момент. Но счастье продлилось недолго. Уже через месяц стал названием Игорь. Он говорил, что ошибся и раскаивается, что хочет вернуться домой и что кроме Леры ему никто не нужен. Она отключала телефон, но прекрасно понимала, что это ситуацию не спасёт. В воздухе носилась тревога и безысходность. В тот вечер в двери позвонил блудный муж. Пёс встретил его громким недружелюбным лаем. Игорь долго орал, что это его квартира, приобретённая до брака, и это была правда. И чтобы ни жены, ни её мерзкой собаки завтра здесь не было, иначе он за себя не отвечает. Ей ничего не оставалось делать, как взять собаку, самые необходимые вещи, ключи от машины и уехать в деревню к маме, хотя ей не очень хотелось тревожить её своими проблемами. Но мама дочки очень обрадовалась, и Лаки тоже дружелюбно приняла, как её верного рыцаря и защитника. Лера чувствовала себя здесь в полной безопасности. На следующий день она съездила в город и подала два заявления. На работе на очередной отпуск и в ЗАГСе на развод. Могла ли она представить, какую роль в её судьбе сыграет этот бродячий пёс? В тот роковой вечер ничего не предвещало беды. Мама с утра уехала в город по делам. Именно в этот день на пороге дома появился Игорь с бутылкой вина и букетом цветов в руках. Он был уже изрядно пьян. Он опять стал вымаливать прощение. Вставал на колени, умолял вернуться к нему и забрать из ЗАГСа заявление о разводе. Обещал, что бросит пить, и всё у них будет по-прежнему. Даже злобный оскал Лаки его не остановил. Дальше всё произошло мгновенно, как в кино. Лера закричала, что скорее умрёт, чем опять пустит его в свою жизнь. Тогда Игорь со словами «Ты как была дурой, так и осталась. Хочешь умереть, так умри прямо сейчас. Разбила бы её голову бутылку с вином». В этот самый момент ему прямо в шею вонзились острые клыки собачьих зубов. Пёс трепал его за холку со всей своей неистовой злостью. Игорь орал истошно так, что на крик сбежались все соседи. Леру они нашли на полу в луже крови с пробитой головой. Быстро вызвали скорую полицию. Слава богу, всё обошлось. Скорая отвезла Леру в больницу с черепно-мозговой травмой, но уже через пару месяцев она вернулась домой к маме в деревню. Там её преданно ждал её спаситель и самый большой собачий друг. «Скажи спасибо своему Лаке», – говорил девушке врач в больнице. «Он и злодея обезвредил, и жизнь тебе спас. Если бы на шум не сбежались соседи, ты бы могла умереть от потери крови». Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди ещё много всего интересного. Всего доброго!